Весной 1830 года отплывал в Италию знакомиться с шедеврами мирового искусства художник Александр Иванов. Таким он запечатлел себя. Он был молод, полон сил и надежд. В 1817 году 11-летний Александр Иванов поступил в Академию художества. Ему предстояло пойти по стопам отца, профессора императорской академии, известного исторического живописца. Новый ученик никак не выделялся среди своих товарищей, разве что был усерднее и трудолюбивее. Любой успех давался ему нелегким трудом и усидчивостью, но успехи были очевидны. Программа Академии предусматривала основательное изучение античности. Совершенная красота греческой скульптуры вызывала благоговение, создавала атмосферу торжественности. Но античность рождала и другие чувства. Идеал гармонии, свободу человеческого тела и духа видели в ней передовые люди России. Недаром первая значительная работа художника на сюжет Илиады. Побежденный царь Приам вымаливает тело убитого сына у победителя Ахилла. Но сколько гордости, достоинства и неподдельного горя в его вынужденном унижении. Золотая медаль, полученная Ивановым за картину, приближала поездку в Италию, присуждавшуюся самым одаренным. Новая картина Иванова переносит нас из светлого мира античной гармонии в темницу восточного деспота. Библейский сюжет становится поводом для широких обобщений. Юноша Иосиф предсказывает двум невинно осужденным их судьбу. Виночерпию, жизнь и свободу, хлебодару, казнь. Оба они жертвы слепой и жестокой воли тирана. Само решение сюжета и особенно сцена египетской казни, изображенная на стене темницы, напоминало недавнюю расправу с декабристами. Это могло стоить Иванову ссылки в Сибири. Но академическое начальство само боялось огласки, и президент академии ограничился выговором художнику за сочувствие к бунтовщикам. Поездка в Италию откладывалась на неопределенное время. В разочарованиях и надеждах прошли долгие три года. Наконец, весной 1830 года общество поощрения художников вручило Иванову подробную инструкцию о пребывании за границей. Все сие время художнику предстояло находиться в совершенной от общества зависимости. Инструкция строго определяла маршрут, города, которые следовало посетить, произведения искусства, с которыми нужно ознакомиться. Много часов провел он в Дрездене у великой сикстинской Мадонны Рафаэля. Увиденные в музеях Флоренции настоящие антики, известные ранее только по копиям и слепкам, потрясли Иванова. «Счастливая минута», — писал он про Венеру Медицейскую, — «я забыл, что это дело руки человеческой». Рим. «Сердце забилось у меня при столь громком имени». Но Рим встретил Иванова страшное известие. Отец писал, что монаршим повелением после 32 лет непорочной службы в академии его удаляли в отставку, лишая оклада и казенной квартиры. Это было незаслуженным унижением и концом благополучия семьи. Иванов пишет в общество поощрения художников, обещает будущими успехами заплатить за спасение отца. «Так как родитель ваш уволен по воле государя, то общество ходатайствовать о нем не может». Я смешался мыслями. Темная пелена отчаяния закрывала красоты впервые увиденных древних памятников. Иванов бросается, как в забытье, в непрерывную изнуряющую работу. На одном из рисунков появляется отчаянная надпись «Семья моя погибла». А вокруг был Рим. Место поклонения всех художников мира. Иванов работает. Зарисовывает композиции великих мастеров. Не копиистом же собираюсь стать, но освоить приемы гениев, чтобы выразить в искусстве современные идеи. О современных идеях много говорили в римском доме княгини Зинаиды Волконской. Речь шла о далеком Петербурге, о великом Пушкине, о подавленной, замученной царем России, о казненных и томящихся в Сибири декабристов. Эти идеи горячо проповедовал молодой литератор и философ Николай Рожалин. Он сразу покорил художника. «Вам я обязан, — признавался Иванов, — понятием о жизни и об отношении искусства моего к источнику его, душе». «Дело поэта — это подвиг, — учил Рожалин. Художник, как и поэт, должен быть выразителем дум народа». Памятником этой плодотворной дружбы стало самое лирическое произведение молодого Иванова. О всемогуществе и облагораживающем действии искусства. «Гиацинт», «Кипарис», «Аполлон» — три ступени восхождения к гармонии. Но петербургские власти требовали отчетной картины, и Иванов принимается за новую работу. Эти рисунки — первое в русском искусстве обращение к обнаженной женской натуре. Они же подготовительные этюды к картине «Явление Христа Марии Магдалини». Картина писала слегка и имела огромный успех в Петербурге. Но сам Иванов остался к ней холод. И за этот казенный кусок наготы мне присудили звание академика. Она есть начаток понятия о чем-то порядочном. Сам он уже захвачен идеей новой грандиозной работы. Как переломный момент в духовной истории человечества воспринималось Ивановым явление Мессии, личности, несущей новые благородные идеи, которые выведут народы из мира несправедливости к всеобщему счастью и равенству. Началась двадцатилетняя подвижническая работа. КОНЕЦ Среди персонажей картины художник помещает и себя, захожего странника, случайного свидетеля события, значение которого предстоит еще осмыслить, понять. Из Петербурга выражали неудовольствие, медлительность Иванова грозили лишить его пенсионов. «Я бедностью плачу за свободу», — отвечал он. Непонимаемый и нелюдимый, он был очень одинок в ту пору. И тут в Рим приехал Гоголь. «Это человек необыкновенный, имеющий высокой уме верный взгляд на искусство», — восторженно писал Иванов. «Здесь, в Риме, Иванов написал лучший прижизненный портрет Гоголя». В своих беседах они постоянно возвращались к России, такой далекой и такой необходимой им обоим. Под влиянием Иванова Гоголь переделал свою повесть портрет. Работа над картиной продолжалась. «Моя метода», — утверждал Иванов, «силой сравнений с лечением этюдов продвигать вперед труд мой». В зарисовке с натуры вплетается любимая Ивановым античность. И даже идеальный образ Христа сопоставляется с Аполлоном. Вместе с персонажами изменяется композиция. Художник пробует различные варианты, ищет самое убедительное, единственное решение. Картина продвигалась медленно. Раздраженное начальство отказало Иванову в пенсионе. Гоголь через Жуковского добился для друга пособия от императорского двора. За это Иванов должен был преподнести наследнику престола альбом жанровых акварелей. Акварели эти стали новым словом в русском искусстве. Поражает тонкое понимание народной жизни с ее красочностью и весельем. Правда, еще раньше в своих портретах Иванов проявил умение глубоко проникать в характер простых людей. В поисках необходимого для картины ландшафта Иванов приходит к совершенно новому в искусстве пониманию пейзажа. Реалистичные по манере исполнения его работы достигают высокой степени философского обобщения. Субтитры создавал DimaTorzok новаторским было и стремление Иванова передать облик человека в неразрывной связи с пейзажем воздушной средой. В этом он намного опередил открытие западноевропейских живописцев. Все ему удавалось, но в душе зрела глубокая трагедия. Я утратил ту религиозную веру, которая облегчала мне жизнь и работу. Я мучаюсь и не могу формулировать искусством мое новое воззрение, а до старого касаться считаю Иванова во-прежнему волнует нравственной историей человечества. Он мечтает расписать храм, но это не церковь, а пантеон мудрости. Замысел не был осуществлен. Осталось свыше 200 акварельных эскизов, блистательных по технике и философскому осмыслению. Но сомнение продолжает мучить художника, и он отправляется за советом в Лондон к Герцену. Герцен помог Иванову разобраться в себе. Ведь картина на библейскую тему, написанная в Италии, была глубоко русской, проникнутой национальной скорбью за судьбы мира. Гораздо позднее Репин так напишет о ней. По своей идее близка она сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы. Впервые в живописи изображен с пронзительным сочувствием и пониманием раб с веревкой на шее. Недаром так долго искал художник этот не просто образ, а социальный тип. ЛИРИЧárias В 1858 году, после 30-летнего отсутствия, Иванов вернулся на родину. Официальный бюрократический Петербург принял картину холодно. Непризнанный, разочарованный, Иванов умер через два месяца после возвращения. Он прожил жизнь недолгую, трагическую и наполненную счастьем творчества. «Твоя картина, — писал Крамской, — укажет многим из молодого поколения их назначение. И мы сегодня продолжаем учиться у Иванова не только мастерству, но и бескорыстному подвижническому служению добру и правде». Субтитры создавал DimaTorzok